У Верхнего городского пруда в среду днём в мелкое ДТП попали две легковые машины, шофёры которых отказывались понимать действия друг друга и до, и после столкновения. Досадной помехой на пути движения других шофёров стали служебный Ниссан АД и новенькая Тойота Камри. Машины заняли две из трёх имеющихся в этом месте полос. Повреждения машин совершенно не критичные. Однако ждать инспекторов ГИБДД пришлось из-за того, что согласия в вопросе виновности у оппонентов не было. Шофёр универсала ехал по Уссурийскому бульвару и, перевалив через Дикопольцево, двигался прямо, не меняя траектории. Владелец седана направлялся по Дикопольцево и тоже хотел выехать на бульвар. Столкновение случилось не на основном перекрёстке, а сразу за ним. Более молодого водителя Ниссана хозяин машины представительского класса обвинял в большой скорости движения и проезде на запрещающий сигнал светофора. Указывал на его длинный тормозной путь. Однако горожанин, сидевший за рулём АД, с лёгкостью парировал все претензии одним единственным аргументом. ДТП произошло на примыкании второстепенной дороги к основной. И светофор к этому пересечению проезжих частей никакого отношения не имеет. Он двигался по Дикопольцево с правым поворотом. То есть там перекрёсток не регламентируется светофором. Оппонент пытался сказать, что я двигался сначала на жёлтый, на красный, но в данном месте происшествие хоть на красный, хоть на зелёный. То есть он должен уступить дорогу. Действительно, очерёдность проезда в этом месте регулируется вовсе не светофором, а знаком. Соответствующий треугольный элемент дорожной инфраструктуры установлен на отвороте. Этот нюанс и решил дело в пользу более молодого автолюбителя. В сводку ГИБДД происшествие попало как мелкое, то есть без пострадавших. С места происшествия Евгения Куликова, Ольга Соколова и Степан Симонов.